Палень их стиля баррока. И вы видите эти наличники, характерные для стиля баррока, с массивным очевидными. Очевидные — это слово «человек», первая часть наличника, и выступы на уровне кремочки, как бы «Ушки» вводные. Это как раз стиль баррока. План Вознесенского сервиса. Мы продолжаем двигаться на север, сначала мы посетили Знаменское, это к северу от Липецка, дорога до Донкова, потом перед Донковым мы повернули на Баловнево, 7 километров от Донкова, и через Донков мы продолжаем движение в сторону поля Куликова, то есть на север Липецкой области. И по пути у нас еще одна усадьба, это усадьба Еропкино, вот это вот село Еропкино, здесь каскад прудов сохранился и церковь, церковь построена в 1772 году, церковь Казанской иконы Божией Матери. Знаменское, это усадьба, это усадьба, это усадьба. Вот это яркий образец стиля барокко, здесь вы видите, так же как и в знаменском вешалке, кубовидный объем, двусветный, высокий вспорошенный купол, люкарный и световой барабан. Очень интересные наличники на окнах с массивной мочерью, с ушками, с выступами портал оригинальный Казанской церкви. Вот сейчас местные бабушки ее покрыли. Это вот детали наличника, вы видите, тоже с белокаменными вставками из Веневского известника пруд, сохранившийся. И за прудом на этом месте стояла усадьба Еропкиных. Кстати, один из Еропкиных, знаменитый архитектор, который в первой половине века XVIII застраивал в Санкт-Петербург. Следующая усадьба – это село Полипино, или, как раньше называли, Старожевая Свобода. Вот здесь вот дом, за домом на этом месте стоял город Старый Донков. Вы знаете, что современный Донков стоит ниже по течению на 32 метров. И вот у Старого Донкова в этой крепости была Старожевая Свобода. Позднее Донкова не стало, Свобода сохранилась. И вот называется это село Полипино. Большая Старожевая Свобода. Здесь вот Костар прудов и усадьба показана. Вот это план XVIII века. А это еще одно изображение XVIII века. И здесь вот Старожевая Свобода показана. Старожевая Свобода и место, где стоял старый город Донков. Спасибо. В 90-е годы XVIII столетия Дмитрий Степанович Нечаев строит здесь огромный дворец. Вот это вот вид на дворцовый комплекс, центральная часть, собственно, это дворец. И два фригели по сторонам от этого дворца, которые были соединены с дворцом колоннадами, крыльями. Потом колоннады в конце XIX века. Последний владелец, можно сказать, этой усадьбы, который здесь бывал, это Юрий Степанович Нечаев-Мальцев, он перестроил дворец и появляются вот такие вот аркады. А на аркадах сверху были устроены теплицы. Вот здесь вот видно, окна не заложены. Здесь теплицы, огромные оранжереи с дековинными растениями. История усадьбы очень интересная. Дело в том, что... Вот еще один снимочек. Перед усадьбой здесь красивый партер был, клумбы, цветники. И вид открывался на пруду. Вот здесь вот пруд расположен. Отдельно село. Крестьяне жили с другой стороны пруда. Запад на розынчик, от албарских монастырей. Здесь еще хозяйские постройки. Это вот прачечная, второй этаж, второй этаж, окна на жалюзи деревянные. Это сушилка. Здесь вот был фонтан и начинался большой парк. Владельцы усадьбы очень интересные. Я уже говорил вам, что строил усадьбу Дмитрий Степанович Нечаев. А позднее наследовал вот это поместье и усадьбу, соответственно, Степан Дмитриевич Нечаев. Степан Дмитриевич – это личность легендарная. Он вводил трубку со многими декабристами. И потом так судьба сложилась. Декабристы в основном масонами были. Масонство несовместимо с православием. Но так судьба сложилась, что позднее Степан Дмитриевич стал оперпрокурором синод. То есть он возглавил все церковное ведомство. Он был человеком образованным. Он писал стихи, публиковался. Он участник войны 12-го года. Создавал ополчение. Он же стал первым историком и археологом Куликова поля. И благодаря инициативе его и его отца, собственно говоря, появился мемориал на Красном холме. Нечаевым принадлежала часть культового поля знаменитого. Они собирали все находки, сделанные гражданами. И во дворце, на втором этаже, вот здесь, в большой парламенте зале, был устроен первый музей историкой Куликовской единицы. И они же хлопотали о устройстве мемориала на Красном холме, когда кто-то сомневался, стоит ли его команды ставить памятник, неоскоррят ли его, когда Степан Дмитриевич говорил, что если таковой памятник будет поставлен не в Москве, а на месте сражения, то я готов, оплачившись с вами рыбкой кольчуги, найденной на поле, стоять на стражу этого памятника. И комплекс вот этот вот появился благодаря дарковским помещикам Нечаевым. У нас земля теперь подородочники. Возникает второй вопрос, а откуда же этот снимок сделан? Снимок сделан не с вертолета, и квадрокуртера, когда у нас не было еще. Это снимок сделан с знаменитой Шуховской башкой, я вам ее покажу. А это главный фасад, главный фасад дворца. Подобные дворцы можно видеть только в три городах столиц, Москвы и Петербурга. За дворцом это знаменитая Шуховская башня, потом о ней один рассказ будет. Вот эта вот центральная часть дворца. Нижний, нижний это хозяйство и помещение, этаж. И на нижнем этаже была домовая церковь, как предполагаю. Вот, а верхний этаж, это белый этаж, это парадные комнаты. Обратите внимание, какие маленькие окна здесь, какие высокие на втором этаже. И вот анфилада, здесь вот идет вдоль главного фасада, это анфилада по планировке напоминает анфилада оставленного дворца. Великолепный паркет был наборный, как пармитана, лепнина, печи израстцовые, коллекции картин, коллекции хрусталят. И вот в том, что наследовал все от Степана Дмитриевича. Юрий Степанович отмечает мать. Двойная фамилия. Почему? Дело в том, что его дядей, по линии матери, был знаменит предприниматель Мальцов, Иван Мальцов. Личность тоже очень интересная. Это единственный человек, который остался живым от всего посольства погибшего Гернаинова. Он еще был подростком буквально и просто испугался, когда началась резня, стал за распахнутую дверь и его там не увидели. И он единственный, остался жив, а потом он все осталось, что поедут такие вот люди, а он остался жив, и ему как-то даже и стыдно было, но потом занялся промышленностью и стал одним из самых подарков людей. Детей у него не было, поэтому наследовал все отременно. Но раньше было такое положение, чтобы наследовать, нужно было иметь ту же самую фамилию. И вот так появилась двойная фамилия Нечаев Мальцов. И Нечаев Мальцов и Р. Стефанович стал одним из 12 самых богатых людей России. Ему принадлежали огромные земельные владения, он был крупнейшим лесопромышленником, лесоторговцем, ему принадлежали рельсопрокатные заводы, ему принадлежали стеклянные заводы, где производились и оконное, и бутылочное стекло. Ему принадлежали все хрустальные заводы, которые наступили, Пусть Хрусталь, Дитькова. Но прославился он не, как банк отвечает, а как и цена. На его деньги, на его деньги фактически был создан музей изящных искусств имени Александра Третьего. Это Кушкинский музей сейчас, на протеих рамках Христоспасителя. И вот Нечаев вложил огромные средства в создание этого музея, когда никто уже не жертвовал, когда министр царского правительства говорил, что русскому народу нужны хлеб и лапти, Нечаев строил этот музей и воплощал идею Ивана Цвета. Это отец поэтессы. В этом шутке даже ходил по стране «Цветает мать». Нечаев Мальцева, «Цветает мать». Это два человека, которые создали Белегалитий музей. И после его открытия, буквально через год и один, и второй умирают. И оставили оседел такую память. Причем Игорь Степан не только жертвовал деньги, он ездил с экспедиции на разведки камня для облицовки фасада дворадных помещений. Он выезжал в Италию, Египет, закупать экспонаты по Франции, в Англии делать копии, слепки с самими произведениями искусства. Вот так появился вот этот музей. Ну, а о дворце? О дворце, что еще хочется сказать? Вот видна оранжерея, оранжерея в крыльях, в переконе, здесь вот мы заменеем. А это фригели. Во фригелях обычно располагались какие-то вспомогательные службы. Здесь, вот в этом фригеле была ванная комната, причем ванна очень оригинальная, Т-образная, и она была сделана в уровень, с полом, не надо было не забирать. Как сейчас, трубопроводы все медные, то есть окислялись, все было облицовано плиткой, под плитку, под плитку, под плитку, была положена коровья шерсть для тепла, и Лев Степанович перестроил дворец несколько усовершенствовав. Эти фригели, они были одноэтажными, он их настроил до второго этажа, построил вот эти вот аркады. А сама центральная часть дворца, вот вы смотрите, она вроде кажется двуэтажной, на самом деле это трехэтажное здание. Парадная анфилада, высокие потолки, там 4,5 метра, наверное, если не 5, а высота такая она не нужна была во всех помещениях, почему-то, потому что натопить, все было такое объем, вы понимаете, и поэтому задняя часть дворца была поделена на два яруса, и там существовал еще третий ангрессольный этаж. Вот, вот эти вот фригели разместились службы, там, кухни, прислуга располагалась, вот в этой круглой башне был зал для спевок хора, и до революнда, до 1861 года, до освобождения крестьян крепостной зависимости, Влечаево был один из лучших крестьянских хоров. У них была даже одна из лучших пусовых охот. Дворец, если на него смотреть, кажется, что главный в тот дворец, вот тот международный колодок. На самом деле, главный вход вот с этой стороны, с торца, и здесь вы видите навес на ножках по визот, белая дверь, если бы вы вошли на тот дверь, то увидели бы сразу беломраморную лестницу, лежные украшения на стенах, кованые перилы великолепные, и дальше, через большую залу, вход один в парад комнат направо, а налево в большую залу, где проводились балы, там высота потолка где-то под 6 метров, были сделаны хоры, где размещались музыканты, в этой же зале на стенах, на столах были разложены находки с полей куликовой. Вот это вот этот уникальный, уникальный дворец, сейчас находится в таком заброшенном состоянии, к сожалению. Памятник Шуковской приобрел все-таки, не часть памятника, да? Памятник федерального значения, центральная часть дворца, перед ним были клумбы, газоны, и в общем, да, в области и в области сейчас уже парковка вот тут вот, вот, и когда видишь эту разрубу сразу же вспоминаешь строки держали, где стол был яс, там дробь стоит, я вам говорил о парадной лестнице, вот это вот лепнина, лепнина, сохранившаяся на стенах, на настоящий момент, реставрация, ничего не делали, только по берегу, только по берегу, там были какие перила, чугунные, перила были кованые, перила были кованые, но, к сожалению, к сожалению, почему это не оставили, они были в хорошем состоянии, почти полностью поломали, но, я не пробовал, что еще? дело в том, что дворец в настоящее время заброшен, сколько раз деньги выделялись, вы прям слышите, опять на поливе, опять на поливе, а то же? вот это в аркаде, в аркаде решетки, решетки являются уменьшенной копией решеток летнего сада, здесь сейчас сохранились копии, сохранились кованые, такие вот листья дубовые, и накладки, накладки здесь вот были круглые, литые, их уже сняли, и решетка осталась всего пара, а раньше, а раньше, даже знаете, были ворота, ворота в таком же стиле сделаны, и, понятно, они тяжелые, и, чтобы не провисали, они катались на руках, под них рейсы специально были сделаны, чтобы ворота не провисали, на моей памяти, я еще помню, они были цены, но потом их украли, вероятно, на какую-то дачу Нового Русского, а это вот вопли, или черная лестница, для прислуги, вот представьте, как выглядел аппарат, вот эти вот, листья кованые, поступил красиво оформленные, вот, и даже снизу, лестница, украшена, украшена, украшена ковкой, видите, сверху, но побывала здесь, побывали Юлия и Катя, это к вопросу, она же слышит, столько сил надо приложить, разломали, все сокрушили, ну, посмотри, так, дворец, лестница, планы, планы поэтажные, вот вы можете представить, это, значит, план второго этажа, комната, парадная, парадная зала, где проходили балы, где располагался музей, вот это вот наверху хор, поднято, на колоннаде, здесь, здесь вот лестницы, снизу, с первого этажа, можно было подняться на третьей поэте лестнице, вот здесь вот, с этой стороны лестницы была, это, это флиги, вот это вот лестницы, которые я вам показывал, берилов, здесь вот проводились спевки хора, вот это вот парадная, анхилада, комната, и по ним можно было перейти, со второго этажа дворца, сразу на второй этаж, в один, и во флигии другого. Видели? Это план первого этажа, и,